Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 27 марта, суббота. Вчера я снял ролик о том, что у нас произошло ЧП. Многие посмотрели, многие посочувствовали, многие давали рекомендации, многие писали, звонили, различные ребята были. Всем большое спасибо. Кто не знает, что произошло, произошло у нас взлом дома. Кто-то, наверное, непонятно по какой-то причине, решил, что мы страшные миллионеры, что у нас дома копятся миллионы долларов, золото, сриблера, алмазов и бриллиантов. И пошли искать. Не нашли ничего, столько, ну, принесли мерзкого, сказать, как настроения, огорчения в душе, поломанные окна и, как бы, по большому счету, все. Не нашли по какой причине? Так потому, что нету этого всего. Нету этого всего и... Они, наверное, больше тоже огорчились, так как они для этого всего потратили кусок времени, они наблюдали, следили, проникли, подвергли себя на какой-то определенный риск, а в итоге ошиблись, скажем так. Ошиблись, так как так. И зачем этот ролик снимают? Это для того, чтобы не боялись люди жить. Не боялись люди жить, так как вот некоторые ребята в комментариях начали писать, счастье любит тишину, что деньги любят покой, лучше молчать, не показывать это все. Друзья, а для чего тогда счастье нужно, если его не сеять, если им не делиться? Для чего тогда это счастье? Зачем тогда это жизнь, если жить? Вы смотрите, вот я пытаюсь жить, а тот воришка, который вчера у меня был в доме, думаете, он живет? Так он не балаганит, не живет. Потому что это не жизнь. Он живет со страхом, он переживает. Рано или поздно его все равно сломят. Это все обертается сто раз ему не в ту сторону. Так что они пускай боятся жить. Мы-то что? Мы живем с одной целью. У нас есть мечты, мы пытаемся к ним дойти. И этим делимся с вами. Делимся с вами, чтобы вы смотрели наш, как бы сказать, наш результат. И может брали с этого что-то хорошее. Вчера мы сняли этот ролик, рассказали о проблеме. Что в итоге произошло? Мы поделились в группах в Фейсбуке. В Фейсбуке у нас много окружающих друзей, ребят, коллег. Ну, обычные люди, не пасечники. И многие это посмотрели, это многие посмотрели, это очень многие посмотрели. И в любом случае, какая-то часть населения из этих людей, в любом случае, о чем-то задумались. Кто-то начнет принимать какие-то меры по, скажем так, по охране своего жилища. Так как многие, вот как я, например. Вот я по большому счету живу, работаю, тружусь, радуюсь. И у меня никогда не закрадывались в мысли ко мне, что к нам могут залезть воровать. Так как у нас воровать нечего, соответственно, я особо ничего не переживал и не брал себе дурное в голову. Но тем не менее, мы оказались не исключением. К нам тоже залезли, ну, украли какую-то мелочь. Тем не менее, этот ролик многих, многих, обычное население заставит задуматься о своей охране дома. Если вы надеетесь на собак, как мы понадеетесь, знайте, собаки вообще ничего не решают. Им, я не знаю, или их травят, или им что-то кидают. Короче, собаки как пьяные ходят, нифига не гавкают. Так что на собак особо не надеетесь. Всегда обращайте внимание, если видите, что какие-то подозрительные ребята ходят и что-то там смотрят, наблюдают, где-то что-то осторожат, какие-то машины подозрительные. Обращайте на это внимание. И в итоге, мы вчера не промолчали, мы вчера поделились этой информацией. Многие начнут сейчас себя берегти, сложить какие-нибудь камеры, себя как-нибудь обезопасить. И в конечном итоге, это только ускорит поимку вот таких негодяев, скажем так. Так что, стоит бояться жить? За что мне бояться жить? За что? Что? Зачем мне мое счастье, если я его не могу посеять вокруг себя, чтобы оно принесло кому-то улыбку на лице? Зачем мои мне знания, какие я знаю с пчелами? Вот мои миллионы летают. Вон каждая заносит в виде пыльцы. Машенька, покажи. Вот эти миллионы. По крупице, по крупице, по крупице. Каждая заносит в улей. Вот. Так что, стоит этим делиться? Или стоит бояться жить? Зачем тогда жить? Если как-то так мыслить непонятно. Вот мы живем с Машенькой. У нас есть планы. У нас был план построить себе дом. Мы старались, работали, построили. Появится завтра другая мысль. Мы будем идти к ней. Мы будем стараться. Долгим, тернистым путем. Но мы к нему дойдем. А если будем бояться жить? Что-то страховать. Но я не знаю, как это объяснить. Радости не принесет. Жизненной силы заберет. И в конечном итоге не проживем. А промучаемся. Так что, друзья, мы дальше будем продолжать, продолжать работать, продолжать для вас снимать видео, продолжать делиться теми знаниями, какие у нас есть, продолжать делиться успехом. Мы тоже будем продолжать. Так как мы не сможем промолчать, если опять что-то у нас получится. И это принесет нам какую-то пользу. Так что, друзья, а эти люди, бог им судья, рано или поздно они все равно будут пойманы и будут наказаны. А на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится. Дизлайки. Все, всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.